Просто поделись со мной, скажи честно сейчас, ты что-то скрываешь от меня? Нет. Я тебя ни с кем не спутала, Полин. Твой стиль одежды, тебя, я видела лично твое лицо. Просто попробовать. Что просто? Полин, вот это просто попробовать, ты знаешь, чем заканчивается? Чем? Пи***ом. Я увидела всё, и переписку с Аней, с Димой. С Аней переписочку, Полина, говори, да. Карин, это фальшивые деньги. Показывай, с какой-то. Всем большой привет, ребята, меня зовут Карина Аркелян, и я очень рада вновь приветствовать тебя, чёрт, на моём канале, давненько не было пранков, давненько. И я по ним безумно сильно соскучилась, вчера выдалась возможность придумать идею для этого пранка. Вообще, я думала, что я уже все пранки сняла над Полиной, да-да, я буду её пранковать сегодня. И из-за того, что у меня давно как раз-таки пранки-то и не выходили, я думаю, Полина уже позабыла вообще про то, что я могу как-то её обмануть и подшутить над ней. Сегодня посмотрим вообще, поведётся она или нет. Я с ней на связи, мы сегодня собирались поехать в торговый центр, и она написала мне, что будет через час. Она гуляет со своей подругой Аней. Ну и, короче, вчера... Вообще, как я придумала снять этот пранк, я никому об этом не говорила. Хотя хотелось бы в Инстаграме, но многие подписчики такие... А, почему бы Полинке-то и не сообщить об этом? Я же вас знаю, многие так делают, уже проверено, поэтому я умалчиваю. Вчера вечером, когда я смотрела сериал Элита, Полина сидела в телефоне, и потом перед сном решила отойти в душ. Благополучно оставит на тумбочке свой телефон на 30 минут. Полина очень долго моется. Ну и, короче говоря, пароль-то я её не знаю, мне не удалось залезть в её телефон, хотя очень хотелось, но это было бы очень гадко с моей стороны, да и я бы так не сделала, потому что мне толком-то и неинтересно. Но Полина думает, что я любопытная, поэтому для неё я посидела в её телефоне, и теперь всё знаю. Полечка должна прийти через час, я сейчас в домашней одежде, чтобы она меня не спалила, и как бы я попрошу её со мной серьёзно поговорить. Поставлю камеру куда-нибудь за полочку вот тут вот сбоку, или куда-нибудь туда на стол, и посмотрим, что же мне Полина на это ответит, потому что давненько она не делилась со мной своими секретами, но я до последнего не буду говорить, о чём же я знаю. Но у меня есть мысль такая под звёздочкой в голове, просто ей скажу, что, возможно, тебе нравится мальчик, с которым я тебя там, допустим, видела. Что-нибудь придумаю, в сценарии я не прописывала к этому пранку, конечно, всё будет придумываться на ходу, но я уверена, будет очень интересно, поэтому ставьте лайкосики, подписывайтесь на мой канал, и нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть мои ролики первыми и не пропускать премьеры. А Полиночка придёт через час, мне осталось дождаться её. Сейчас припрятаю камеру, я желаю вам приятного просмотра, наблюдайте за этим вместе со мной. Поехали! Скажи мне, пожалуйста, ты мне ничего не хочешь сказать? Я нет, а ты, может быть, что ты хочешь сказать? Тебе я ничего не хочу сказать, только единственное. Ну, говори. Перед этим ты мне ничего не хочешь сказать? Ну вот, просто. Я бы хотела, я бы тебе сказала. Ну что, ты со мной, Полин, вообще ничем не делишься в последнее время. Ты очень сильно выросла и поменялась. Ты не хочешь со мной снимать видео. У тебя постоянно какие-то подруги, какие-то встречи, я не знаю, с кем ты видишься. Я очень сильно за тебя переживаю. Карин, то, что тебе надо знать, ты уже знаешь. А что произошло? Мне очень страшно. За тебя. Я не хочу, чтобы ты проходила через то, через что прошла я однажды в Челябинске. Карин, ты была офницей и курила за гаражами. У меня такого нет. Не ври. Ты думаешь, что я курю за гаражами? Ну, не знаю, правда, за какими гаражами. Ты чё, дура? Карин, ты где вчера была? Я была в авиапарке. А потом? Потом домой поехала. А в целом мне скажи, пожалуйста, где ты гуляешь? Ну вот как ты проводишь время с друзьями? Я с тобой вообще практически... Вот ты мне не рассказываешь, с кем ты общаешься, как ты общаешься. Ты просто, Карин, на меня как-то сейчас давишь, что ли. Ну, типа, у тебя интонация. Я не давлю, Поль. Просто поделись со мной, скажи честно сейчас. Ты что-то скрываешь от меня? Нет. Честно? Нет. Ты спроси, я всё, что тебе скажу. Я знаю, что ты меня поддержишь. Я знаю, что всё хорошо. Ты спроси вопросы, я тебе на него отвечу. Ты же знаешь, что я курила? Ну, конечно. В 13 лет. Ты куришь? Нет. А если я тебе скажу, что я видела тебя? Как ты куришь? Я же неспроста начала этот разговор, Полин. Мне маме сказать? Карин, что за бред? Это не всё. Может, ты меня спутала с кем-то? Я тебя ни с кем не спутала, Полин. Твой стиль одежды, тебя. Я видела лично твоё лицо. Ты курила? Признайся мне честно, я никому не скажу. Нет. Хорошо. Я вчера залезла в твой телефон, пока ты была в душе. Карина! Помнишь, я смотрела сериал? Ты отошла в душе, забыла свой телефон вот тут вот на тумбочке. Карин, ты считаешь, это нормально? Ничего, типа, это моё личное пространство. Меня не волнует твоё личное пространство, я твоя сестра. Карин. И я должна знать, что ты делаешь. У каждого есть личная грань, ты могла спросить. Нет. Что ты там увидела? Я просто всё знаю, Полин. Я очень сильно хочу, чтобы ты призналась сама. Все проходят и через это, Карин. Через что? Ну, попробую её курить. И что? Когда? Вчера? Да. И как тебе на вкус сигареты? На вкус никак. По ощущениям прикольно. Полин, тебе 12 лет. А что ты ещё увидела в галерее? Почему ты улыбаешься? Ты сейчас серьёзно? Мне противно от того, что ты залезла в мой телефон. Без моего спроса. Я могла тебе всё и так рассказать. Зачем ты куришь? В 12 лет, Полин, даже я в 13 попробовала первый раз. В 12 лет кто... Какая разница? 13 это иначе. У тебя... Я не собираюсь дальше курить. Один раз попробовала, дальше ты будешь курить, Полина. Что ты кричишь-то? Карин, всё пробуют. Мне не очень-то и понравилось. Чё ты на меня так смотришь, Карин? Полина. Тебе не стыдно? Нет, Карина. Что ты ещё в галерее увидела? Очень много всего. Дальше признавайся мне, пожалуйста. Хорошо, я могу тебе всё сказать. Я попробовала петь. Что ты сделала? Попробовала мартини. Мартини? Угу. Полин, ты чё такая смелая стала? У тебя всё нормально? Какое мартини в 12 лет? Просто попробовать. Что просто? Полин, вот это просто попробовать. Ты знаешь, чем заканчивается? Чем? Пи***ком. Мне мама... Я сейчас пойду матери расскажу всё. Что ты куришь, что ты пьёшь. Ребят, они серьёзно думают, что я не заметила камеру. Где мама? Скажи мне, пожалуйста. Она ушла в салон. Ты специально подобрала момент, чтобы мне сейчас сказать, когда она ушла в салон? Ты сейчас мне что-то говоришь. Ты начала всё. Ты же понимаешь, что мама всё узнает в любом случае? Она, думаю, меня поймёт. Что ты бухаешь и куришь в 12 лет? Поймёт? Я не бухаю и не курю. А что ты делаешь? Все пробуют. Я попробовала, мне не понравилось. Хорошо. Я ещё кое-что увидела у тебя в телефоне. Тебе кто-то нравится? Нет. Полин, мне очень обидно, что я делюсь с тобой всем, а ты мне рассказываешь только тогда, когда я вывожу тебя на серьёзный разговор. Серьёзный разговор? Когда ты залезла в мой телефон без моего ведома, и что ты мне сейчас затираешь? Хорошо. И мы с тобой сёстры, Полин. Давай просто доверительно с тобой поговорим. Вот именно. Если у нас доверительные отношения, ты не должна залезать в мой телефон. Но я залезла. Извини. Скажи, пожалуйста, что ты ещё от меня скрываешь? Я увидела всё. И переписку с Аней. С Димой. С Аней переписочку, Полина. Говори, да. Карина, прости, пожалуйста. Я не думала, что ты это узнаешь. Что ты знаешь? То, что ты писала Ане на днях. Карин, это фальшивые деньги. А, ты не знаешь? Какие фальшивые деньги? Залей. Какие фальшивые деньги, Полина? Ну, я написала Ане, то, что я у тебя пять тысяч украла из сумки. Ты украла у меня пять тысяч из сумки? Нет. Из какой сумки? Показывай, из какой сумки. Всё, Карина, стой. Нет, показывай, из какой сумки. Из этой? Из этой, Карина. Я в этой сумке только по клубам ходила. У меня там больше пяти тысяч лежало. Зачем ты мне убрёшь, что у меня ничего не крыла, Полина? Ты дура? Из какой сумки? Да ладно, я тебе говорю, ничего я не крыла, я пошутила. Ты, значит, не то видела. А что ты сами обсуждала? Я сами обсуждала, что мы с ней пойдём гулять завтра. Карина, что ты в мой телефон лезь? Я тебе не буду ничего оправдываться перед тобой. Если ты на меня так давишь. Залезла в телефон, что-то там прошла и пытаешься мне что-то тут доказать. Ты сама ещё даже не сказала, что ты нашла, Карин. Я, конечно, это выкладывать не буду, но я в шоке сейчас. Сюда посмотри. Ты думаешь, я не заметила камеру сразу? И диктапон твой? Карин, это был пранк. Пересмотри записи. Когда ты уходила... Стоп, подожди. Я тебя запранковала. Ничего, я не курила, не пила, не крала. Это был пранк. Но в твой телефон я залезла реально. Нет. Да. Нет. Я видела то, что ты записывала во влог, то, что ты меня собираешься пранковать. И я подготовилась к этому. Ты залезла в мой компьютер? А, ты видела, как я монтирую? Да. Ты поаккуратнее будь, я сзади тебя сидела. Пали. Ребят, она думает, что я не запалила ее пранки. И то, что на самом видном месте стоит камера, она думает, что я не заметила. Я наивная дура, Полин. Я думала, что ты... А ты поверила? Я думала, что ты реально... Карина поверила. Блин, все увидели, какая я агрессивная. Я не хотела это выкладывать, Полин. Что делать? Выкладывать такое? Ну да. Я же тебя запранковала. Это я тебя запранковала. Это я тебя запранковала сначала, Полин. Мы одновременно друг друга пранковали. Полин, ну ты правда не куришь? Нет. Пересмотри записи. Пересмотри. Я там твоим подписчикам говорила. Пересмотрела она и поняла, что я умнее ее. Ты не умнее меня. Просто ты уже понимаешь, когда я снимаю, а когда я не снимаю. У меня не получится пранковать. Мы снимаем мне пранки, потому что я догадливая. А ты не умеешь пранковать. Блин, ну я не снимала пранки уже, наверное, блин, полгода над тобой. И ты сейчас серьезно? У меня камера тут всегда стоит, Полин. Нет. Ты думаешь, я не заметила, что она включена? Блин. Я не убрала вот это окошко. Ребят, почему я такая дура? Я просто реально давно, видимо, пранки не снимала. Я реально сижу, тебе говорю, что я залезла в твой телефон. И я реально поверила. Э. Блин, ребят, понимаете, что меня одурачили? Одурачила. Ты прикинь? Карин, ну я сразу догадалась. С твоей тупостью. В смысле с моей тупостью? Я хотела вообще-то сразу маме сказать пойти. Ты знаешь, как меня напугало? Карин, ты бы реально маме рассказала, если бы реально? Да ну нет, я пошла тебя запугать, потому что я думала, что ты меня остановишь и скажешь, типа, Карина, стой. Но я понимала, что что-то тут не так, что-то ты как-то смело об этом говоришь и улыбаешься. Что-то я даже не заметила. Что-то камеру заметила. Короче, ребят, она одурачена. Да, ребятки, в итоге меня пранканули. Что говорим зрителям? Степан. Что? Спасибо за просмотр, ребятки. Спасибо за просмотр, меня уколол Степан. Я хочу вам пожелать удачи и ума, как у меня. В общем, ребятки, спасибо вам огромное за просмотр. Я реально переживала. Я очень сильно напугалась, что так получилось. На самом деле, мы обе не особо высокого ума, потому что одна пранкует, другая подыгрывает. Надо было сразу, всё, отмена. Ну да. Но ты меня реально очень, блин, напугала. Я собиралась такой скандал устроить. Ты уже его устроила. Нафиг меня сумки кидать. Ну да. Спасибо вам, ребятки. Ещё раз ставим лайки, подписываемся. Сейчас у нас будет с Полиной ещё раз разговорчик. Все подробности я выложу о нашем разговоре в Инстаграм. Ник вы видите сейчас на своих экранах. Обязательно подписывайтесь. А мы с Полиной пошли разговаривать. Не-е-е-е. Потому что Полина сейчас получит пинков под зад за такие пранки. Ну и я, в принципе, должна получить. Чё ты сказала? Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok